Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoFtiff. Ну что, сегодня мы разберем рынок криптовалют. Также сегодня я вам покажу формацию паттерн бриллиант на дне тренда. Что стоит учитывать, на что стоит обратить внимание, где нужно поставить стопы по биткоину и где нужно брать Take Profit. Соответственно, также мы поговорим про DeFi и также про Ripple и новую, собственно, раздачу токена Spark. Я думаю, что эта новость уже не новая, но, тем не менее, есть новые новости по поводу этой раздачи. То есть вы получаете халявный токен Spark, соответственно, вам нужно просто иметь токен XRP. Снимок будет, значит, 12 декабря 2020 года. Что касается рынка криптовалют, то практически сейчас мы видим и наблюдаем такие движения, что некоторые альткоины, которые падали, сейчас восстанавливаются. Тот же Binance Coin. Если мы будем брать мою ситуацию с Ethereum, когда я его сливал по 400 долларов, то я сейчас пока что не захожу. То есть я не исключаю того факта, что мы по Ethereum можем отскочить в район 382 доллара. Как это будет происходить? Это будет происходить вместе со всем рынком криптовалют. Например, здесь мы видим, что у нас формально закрыт Gap, но не закрыт телом свечи. Поэтому здесь потенциально, так как у нас уронили Bitcoin, должна пойти коррекция. Коррекция может пойти у нас в район 10625 долларов. В то же время будут расти альткоины. И, соответственно, после этого уже следует ожидать закрытия Gap на отметке 9655 долларов. Также нужно отметить на 20-дневную скользящую среднюю на недельном таймфрейме. Да, вот она у нас есть. Это по Bitcoin нам нужно смотреть. Соответственно, мы видим, что мы ложно чуть-чуть вышли за эту линию. И зачастую, когда Bitcoin выходит за эту линию, мы видим медвежий сценарий. Что, например, было здесь? Когда мы смотрели на 20-дневную скользящую, то, например, здесь 24 февраля мы увидели на этой неделе, в районе 24 февраля, что, соответственно, мы также ложно пробили эту, значит, 20-дневную скользящую. Потом мы ложно на следующей неделе выросли. И только потом мы упали. Здесь тело свечи уже закрывалось ниже. Поэтому, что я здесь жду? Если здесь, на этой-следующей неделе, мы телом свечи закрываемся ниже 20-дневной скользящей среднии, то это будет говорить о том, что с рынка нужно выходить полностью, вообще. Ну, то есть, мы до этого вышли полностью. Сейчас смотрим, как, то есть, альта вяло отскакивает. На самом деле, вот если смотреть, там, тот же XRP, но где вы видите, что здесь происходит отскок? То есть, отскок происходит по определенным криптовалютам, да, и это просто как альт-казино, да, то есть, угадаешь или не угадаешь. Да, потенциально по рынку должна быть коррекция по всем парам, но сейчас она идет как-то выборочно. Поэтому на это нужно обратить особое внимание. Что касается самого XRP, то здесь у нас тоже, опять-таки, за 23 цента может поставить стоп-лосс, или все-таки можно поставить за 22 цента, потому как здесь у нас тоже 20-дневная скользящая. Если XRP выходит, проваливается ниже, то, ну, все-таки нужно будет принимать решение о том, чтобы шортить, и шортить до 17 цента, в принципе, есть у нас запас. Кстати, спонсор данного видеоролика. Ну, а спонсор видеоролика очень надежный и проверенный способ получить большую прибыль на крипторынке – это участие в высокоприбыльных проектах. Именно таким является Goet.ru, ведь участвуя в нем, можно заработать очень хорошую прибыль, а точнее от 3 до 18% ежедневно. Тут гарантированно можно заработать солидную прибыль впервые 2 месяца работы проекта. Данный проект только запустился, однако тут реально можно заработать ту самую сверхприбыль минимальными рисками. Сейчас очень подходящее время для инвестиций в данный проект, и многие на этом зарабатывают 1000 долларов. Также вот и вывод в данном проекте моментальный. Можете выводить накопленную прибыль и тело депозита в любое удобное время. Ссылка на проект будет в описании под видеороликом. Ну, а что касается, значит, бриллианта по биткоину. Если мы будем рассматривать с вами бриллиант по биткоину, то, естественно, здесь у нас рисуется, значит, паттерн бриллиант на дне тренда. Да, соответственно, у нас есть также тейп профит. Если мы будем это рисовать на графике биткоина, что у нас получается. По итогу мы видим, что у нас есть определенная зона поддержки. Это сформированная, можно сказать, 9800. Туда можно тыкнуть стоп. Да, и, естественно, здесь фитили у нас были 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 дней подряд у нас фитили на вот этих барах. То есть, это говорит о том, что крупный игрок здесь определенно делает свои махинации. Потенциально может даже набирать крупную позицию для похода наверх. Ну, как минимум для похода на 10600 долларов. Это как минимум. Там не исключено, что фитиль будет на 11000 долларов. Соответственно, здесь мы видим, что действительно это есть. Также мы видим, что, значит, если мы будем брать зону сопротивления здесь, то я бы назвал это 10650 долларов. Или все-таки 10500 долларов при условии, если мы на дневном таймфрейме закрываемся полным телом свечи. И это будет говорить о том, что мы еще можем пойти наверх вплоть до 11000 долларов. Соответственно, в принципе, понятно, что стоп-лосс мы ставим здесь. Соответственно, работаем на сопротивление здесь. Там же можно и выставить, соответственно, стоп на вход в позицию, да, по пробою, да. И, соответственно, таким образом заработать и выйти. Поэтому, в принципе, здесь у нас есть очень хорошая формация, чтобы заработать, да. Но останавливает то, что действительно сейчас на рынке, то есть, никто не знает, куда пойдет рынок криптовалют. Те, кто вообще не знал на русском языке, на ютубе, я напомню, что вообще трейдеров не существует. Все топили за то, что мы будем падать. До этого, как эфириум начал расти с 200 до 400 долларов, никто не знал. Никто не думал, что он так вырастет, да. Я, в принципе, говорил, что он будет расти, что рынок криптовалют будет расти. В августе, в июле мы зарабатывали. Поэтому сейчас действительно, то есть, ситуация, когда нужно переждать и все-таки ждать, когда вот это движение станет более понятным. Здесь, в принципе, по эфириуму то же самое, то есть, по лайткоину то же самое. Крупный игрок потенциально может набирать позицию и вывести монеты куда выше. В то время, как многие не ждут. Потому что, если мы на BitFenix посмотрим, то здесь вот практически мы видим, что, кстати, шарты вообще упали, да, в низы. Лонги еще есть. В то же время, если мы будем смотреть на всего, то 70% лонговых позиций еще у нас на 642 миллиона долларов. Против 30% 286 миллионов долларов. То есть, в принципе, ну, так или иначе, это ни о чем не говорит. То есть, мы росли и с такими лонговыми позициями. Даже было 80%, поэтому это ни о чем не говорит. Если мы будем смотреть на индекс страха и жадности, то сейчас у игроков страх. Да, если мы будем смотреть дампы также, то, в принципе, когда индекс доходил до критически минимальных значений, это почти 10, там, 13. То по итогу это все знаменовало рост. Да, когда мы опять-таки падали на индекс типа 40 или 36-38, то мы росли. Например, здесь мы росли, да, то есть, биткоин рос с 3700 на почти 4000 долларов. И, значит, потом начиналась эйфория. Поэтому сейчас нужно все-таки еще посмотреть за рынком или все-таки расположить правильно стопы и брать правильное движение, если таковое, конечно же, будет. Что касается DFI проектов, то проект AMD заподозрили в экзит скаме на 2,5 миллиона долларов. Пока по ее наблюдениям из контракта было выведено 780 тысяч USDT, 490 EOS и 56 тысяч DFI. Ну, и впоследствии 121 тысяча EOS было переведено на кошельки обменного сервиса ChangeNow. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о новом хайпе. Это хайп типа ICO, это DFI, все тот же Ethereum, да, все тот же, конечно, рабочий продукт, безусловно, потому что создаются новые проекты. Но эти новые проекты по отжиму денег, поэтому здесь ничего сверхъестественного нового нет. Весь этот хайп, он, в принципе, есть и имеет место быть сейчас, но вместо ICO уже это DFI, поэтому здесь ничего не... Ну, то есть, как измени название, то есть, говно, оно конфеткой не станет, да, то есть, ты изменил название, ICO поменял на DFI, все те же токены, все та же фигня, никому не нужная. Но типа DFI, типа финансы, типа децентрализованная и вся фигня, которую нам заносят, да. Те люди, которые думают, что DFI, да, это действительно технология и так далее, да, я соглашусь, это так, да, мир финансов должен развиваться. Ну, если мы говорим с точки зрения спекулянта, то здесь даже спекулировать очень трудно, потому что вот тот же токен ICOFI, который вот этот является клоном токена ICOFI, то есть, можно будет попробовать его взять по 3000 долларов, можно продать повыше, то есть, с точки зрения спекулянта. Вообще технологии, то есть, не интересуют, потому что применения им не будет в течение ближайших там 5-10 лет, это точно. Поэтому тут DFI это такое, то есть, на DFI, то есть, тенденция все-таки сейчас больше по людям, я просматриваю, что они на DFI теряют деньги, нежели зарабатывают, потому как вот даже брать мою вип-группу, у меня люди пишут, что я хочу выйти из вип-группы, верни мне деньги, хотя они сами просрали на DFI свои деньги, да, то есть, я им не говорил, что нужно куда-то заходить, там тот же Earn Finance покупать и так далее. То есть, одни люди хвастаются, а потом они бегут и ноют мне, что я должен им вернуть деньги, хотя я не давал сигналы на DFI и в роликах говорю, что это полное говно, вы потеряете там деньги. Трейдите традиционные инструменты, то есть, работайте по сигналам и будет вам прибыль. Но люди гонятся, к сожалению, за сверхприбылью, за жадностью, то есть, жадность, конечно, она рынка мало одевает, без жадности бы не было рынка криптовалют, да и вообще любых рынков, потому что нужно кого-то всегда брить, а кого, конечно же, жаден. Что касается аналитиков Кракен, они напомнили о рисках снижения биткоина в сентябре. Я считаю, что эти аналитики не представляют серьезности, почему? Потому что они могут говорить одно, потом перебываются другое, говорят, поэтому в этом нет смысла, то есть, их слушать. Снижение оно будет? Да, с точки зрения технической они правильно говорят, но это снижение нужно подтвердить, оно не подтверждено, поэтому с моей точки зрения, они то, что говорят снижение, они как минимум делают это неправильно. По поводу Ripple, для раздачи Spark зарегистрировано уже 995 миллионов XRP и 17 тысяч аккаунтов. По последним данным, биржа Anchor, USD, Btrue, GitHub и Uphold заявили о своей поддержке предстоящей раздачи. Кстати, Binance еще не заявила, и всего для раздачи было зарегистрировано очень много миллионов XRP, и за 7 дней добавилось еще 415 миллионов XRP. Количество зарегистрированных аккаунтов увеличилось, и это рост за последние 7 дней. Что вообще можно сказать по этому? Здесь отчасти замешаны биржи, и биржи будут производить раздачу этих токенов. Соответственно, это все будет в связи с разработчиками, и таким образом будут и новые пользователи на бирже, и люди будут получать эти токены Spark. Единственное, что биржи такие как Anchor, USD я впервые слышу, Btrue где-то слышал, но доверия ей нету. И GitHub, ну может быть, и Uphold вообще тоже не слышал, то есть я бы не доверял особо, то есть там если заводить огромное количество XRP, то есть там выведешь ты их или не выведешь потом, то есть под вопросом. Поэтому, то есть такое, более в принципе традиционный способ это XRP в кошелек сумм, то есть вы можете отправить и таким образом участвовать тоже в раздаче. Поэтому это куда проще. Подводя итоги рынка, что можно сказать, то есть индекс страха и жадности у нас в принципе страх все больше и больше, люди не покупают. Единственное, минус, который сейчас на рынке прослеживается с точки зрения тех, кто вышел из позиции, это то, что многие тоже повыходили, но пролив не был каким-то сильным. То есть биткоин всего лишь опустился на, за последнее время, то есть он опустился на 13,5%, это немного, эфириум на 26%, то есть это немного, то есть это какой-то неистинный пролив, такое ощущение, что это фейковый пролив. И если что, придется мне перезаходить в эфириум. То есть я в принципе готов и морально готовлюсь это делать, потому что что-то мне подсказывает, что мы будем все-таки расти или здесь пустят обманку, тот же эфириум, то есть после коррекции он должен показать отскок, как и любой инструмент. Этот отскок может в принципе идти на отметку 388 долларов и потом уже слив на 240-250 долларов. То есть определенно здесь готовится обманка, определенно если мы говорим про DFI, то здесь мы наблюдаем exit scams, это не какая-то технология, то есть тоже ICO, тоже говорили по поводу ICO, что будут новые проекты, что это все будет в мире внедряться, действительно. Но абсолютно все монеты ICO там практически это все scams, поэтому тоже DFI это scams. Те, кто сейчас зарабатывает на DFI, завтра они останутся с носом. Почему? Да потому что в принципе это закон рынка. Сейчас ты можешь кичиться, что ты зарабатываешь, но завтра ты останешься с носом, потому что люди просто потом теряют рассудок, им кружат голову иксы. Поэтому я считаю, что это все песенка, вот эта вся, она недолго продлится. Ну такие дела, всем дошим, пока и до новых встреч. Ну а с вами был Кривов Тейв, всем дошим, пока и до новых встреч. В проекте будет ICO.V, можно заработать очень хорошую прибыль с минимальными рисками. Рекомендую ознакомиться с проектом. Ссылка на проект в описании под роликом.